Так, есть ли какие-нибудь вопросы про домашку глобальные? Окей, ну если вопросов нет, тогда можно двигаться дальше. Смотрите, значит, я хотел сегодня рассказать про новую структуру данных. Собственно говоря, давайте начнем вот с такой задачи. У нас пока что были списки, мы могли записывать какую-то информацию в списке. Но представьте себе, что у нас есть, допустим, у меня есть студенты. И у меня есть их оценки. И вот я хочу эту информацию как-то уместить в какой-то структуре данных. И, в принципе, это можно делать по-разному. Например, можно составить два списка, один со студентами, другой с оценками. И мы обсуждали, что можно там, например, их перебирать с помощью ZIP, так, чтобы знать, какой студент какую оценку имеет. Или другой способ – это сделать какую-нибудь такую табличку, например, где у нас будут пары студент-оценка. В таком роде. И тогда мы сможем обращаться к строчкам этой таблицы и дальше смотреть, какая оценка имеет титульный студент. Проблема обоих этих подходов в том, что если вам нужно просто вот эту таблицу как-то хранить, что-то с ней делать, то все нормально. Но если вам нужно делать к этой таблице запрос, а именно если вам нужно знать, какая оценка конкретного студента, то, в общем, никакого очень хорошего способа таких запросов делать нет. Ну, если здесь имена студентов отсортированы, то еще куда не шло. Можно просто делить пополам всю таблицу и каждый раз искать достаточно эффективно, искать то место, где находится нужная вам строчка. Но если эти элементы не отсортированы, если они более-менее в произвольном порядке идут, например, вот так, то если вам нужна оценка конкретного человека, то единственное, что вы можете сделать, это просто просматривать эту таблицу сверху вниз до тех пор, пока вы не наткнетесь на запись, которая соответствует этому человеку. Если у вас в таблице миллионы записей, например, и вы хотите посмотреть на самый конец этой таблицы, вас интересует какой-нибудь студент, который расположен в конце, то это означает, что вам нужно будет каждый раз, когда вы хотите получить информацию про этого студента, вам нужно будет просмотреть всю таблицу почти до самого конца. Это неудобно, это долго и как-то неприятно. Поэтому в питоне, ну не только в питоне, в разных современных языках программирования, есть структуры данных, которые называются хэш-таблицами или словарями. Значит, в питоне эта штука называется словарем. И давайте я покажу, как устроен словарь. Давайте сделаем словарь Great Book. Это будет как-нибудь вот так. Значит, в отличие от списков, словари создаются с помощью фигурных скобок. И словарь состоит из записей. Каждая запись содержит два элемента. Первый элемент, который написан до двоеточие, называется ключом записи, а второй элемент называется значением. Значит, что это такое? Словарь – это штука, которая похожа на список, но отличается от списка тем, что элементы нумеруются не номерами, а нумеруются вот этими вот ключами записи. То есть, например, я хочу посмотреть на оценку Боба, и в качестве номера я использую строчку Боба. Обратите внимание, что здесь скобки по-прежнему квадратные, потому что эта операция, она не про списки, а это операция, которая вот здесь вот применяется. Это операция просто, которая говорит, что нам нужен элемент вот этой коллекции, который задается вот таким вот образом. В случае, если это был список, здесь должен был быть написан номер этого элемента, индекс. Соответственно, если это словарь, то здесь написан ключ. Ну и вот если я делаю такой запрос, я получаю ответ 5, это вот эта вот пятерочка. Вот. Ну и… Значит, вот так я могу получать элементы, которые здесь находятся. То есть, если я просто выведу весь этот словарь, то он у меня отображается вот так вот. Вот. Ну, а чего хочется сделать со словарем? Допустим, я хочу добавить элемент в словарь. Значит, в случае со списками есть специальная операция append, которая добавляет элемент в конец. В случае со словарями у нас как такового нету конца, потому что элементы словарей, ну, они мыслятся… Вот как бы словарь, он мыслится не как последовательность вот этих записей, а просто как такой набор. То есть, теоретически, они могли бы идти в другом порядке. Это тут немножко хитрое место. Сейчас я про это скажу более подробно. Но в первом приближении нужно думать про словарь как про такой неупорядоченный набор записей. И если я хочу добавить элемент, то я просто могу его записать на новое место. Допустим, у меня есть Элизабо в Клауде, я добавляю Дэниела, и, допустим, оценку у него пусть будет 4. Значит, словарь это изменяемый тип данных, можно модифицировать оценки существующих записей, и можно добавлять новое, как мы только что увидели. Заметьте, что вот если я попробую сделать такую штуку со списком, то он мне скажет, что нельзя такого сделать, если я пытаюсь обратиться, если я пытаюсь записать в список элемент с номером, которого не существует. А со словарями такой прекрасным образом проходит. Вот. Значит, ну давайте, чего еще можно сделать? Ну давайте удалим какой-нибудь элемент. Это делается стандартным образом, нужно просто использовать функцию дел. Вот. Что еще можно сделать со словарями? Ну, можно перебирать элементы словарей. Это можно делать несколькими способами. Первый способ такой. Если вы просто перебираете, как бы используете словарь, допустим, в цикле for, как будто бы он был бы списком, то тогда здесь происходит перебор по ключам. Вот видно, что мы таким образом получили все ключи. А как получить вот в таком вот форе, как получить пару ключ-значений? Если я хочу написать что-нибудь вроде такого. Давайте пусть здесь будут ники, а пусть здесь будет student. Назовем переменную более понятным образом. И допустим, я хочу сделать так. Student. Студент имеет оценку. И дальше, вот что мне нужно сюда написать? Вот сюда вот, чтобы получить оценку этого студента. Хорошо. Нужно просто написать great book от student. Соответственно, у меня student будет принимать разные значения из набора ключей. И, соответственно, каждый раз я буду обращаться к моей ведомости и просить ее выдать мне оценку этого студента. Так, скобка я тут зря написал. Вот. Это один способ перебирать элементы. Не самый симпатичный. Вот гораздо приятнее вот эту штуку делать не так, а вот так. Значит, мне нужно использовать метод items у словаря. И тогда я могу сделать вот такую вещь. Как видите, результат идентичный. Значит, если посмотреть, что такое, что там возвращает метод items. Ну, вот здесь видно, что он возвращает какую-то такую специальную структуру dict-items. Но суть в том, что эта структура, она ведет себя более-менее как вот такой список пар. Ключ значения. И, соответственно, когда мы его используем в цикле for, точно так же, как это происходит с zip, с enumereit. То есть, у меня, поскольку вот в этом items список из пар, то каждый раз у меня вот этой первой переменной присваивается первый элемент из пары, то есть, соответствующий ключ. А второй переменной присваивается второй элемент из пары, то есть, соответствующие значения. Значит, если без items написать цикл, то ничего хорошего не будет, потому что нам скажут, что мы пытаемся... Значит, возникает ошибка too many values to unpack, потому что у меня вот как бы gradebook, он сейчас вот в этом контексте. Он прикидывается просто списком своих ключей. Значит, если просто пытаться итерировать, перебирать элементы словаря, как он есть, то он возвращает просто свои ключи. И поэтому мы как бы ключ один пытаемся присвоить паре, student grade. И это, конечно, вызывает ошибку. То есть, это как если бы я написал бы student, запятая grade равняется alice. Вот. Ну, значит, если вам вдруг возникла ситуация, когда вам нужны только значения, отключения интереса, например, ну, представьте себе, что я хочу посчитать, там, скажем, среднюю оценку, среднюю оценку у всех студентов. Мне тогда не важно, у кого студента какая оценка. Мне важно просто, какие оценки существуют. И для этого я могу использовать вот такую вот штуку, values, method values. Он просто возвращает все значения, которые есть в словаре. Вот. Вот такая штука. Значит, если пока что какие-нибудь вопросы. Что бы вы еще хотели делать со словарями? Какие у вас есть мысли по этому поводу? Тогда можно еще одну характеристику добавлять? А что значит, еще одну характеристику? Ну, кроме оценки, что-нибудь еще. Да, вот смотрите, значит, как тут жизнь устроена. Ну, во-первых, внутри словаря может быть только одна запись с данным ключом. То есть, если я хочу как-то, то есть, нет возможности сделать две записи, например, поставить alice две разные оценки. Если, ну, просто потому, что идея словаря в том, что каждая запись уникальным образом идентифицируется по ключу. Ну, потому что иначе, если бы у меня было бы две записи, допустим, с ключом alice, непонятно было бы, что возвращать в ответ на такую штуку. Вот. Если вы хотите хранить что-то более сложное, в данном случае я храню просто числа, но на самом деле словари могут быть устроены как угодно. Вы можете хранить, ну, не совсем как угодно, но вы можете хранить, вы можете хранить, например, строки. Допустим, каждому студенту я могу написать, поставить соответствую строчку. в качестве значений может использоваться все, что угодно, любые объекты. Поэтому, например, если вы хотите сохранить, ну, вот, допустим, что у меня, у каждого студента может быть несколько оценок. Как бы вы стали бы это делать? Значит, как бы вы стали хранить? Можно список положить. Да, вот вы можете в качестве значений использовать, например, список. Вот, но, соответственно, теперь, например, вот я обращаюсь к GreatBook Cloud, у меня возвращается список оценок. Теперь, если я хочу оценку, допустим, конкретную оценку из этого списка, то вот я дальше переписываю еще одни квадратные скобки. Значит, у меня вот здесь теперь список, я от этого списка беру элемент с индексом 2. Получился такой словарь списков, словарь, у которого ключи строчки и значения списки. Дальше. Что может быть ключами словарей? Ну, вот с ключами тут уже все не так просто. Ключами могут быть не только строчки в питоне, но и другие объекты. Например, можно сделать вот такой вот словарь, который давайте допустим словарь squares. Что-нибудь в таком роде. Значит, вот это такой словарь, который на первый взгляд прикидывается списком, потому что у него индексами тоже являются числ. Но понятно, что это не список, например, у любого списка не пустого. Есть обязательный элемент с индексом 0, потому что это как раз первый элемент. Если список не пустой, то у него есть какой-то первый элемент. Здесь мы видим, что элемента с индексом 0 нет. И здесь у нас в нумерации есть разрыв. Первый, второй элемент есть, а третьего и четвертого нет, зато есть пятый. ну, вот это как бы такой случай, когда у нас словарь выглядит немножко похожим на список. Надо сказать, что в других языках программирования может быть устроено немножко по-другому. Например, есть язык программирования JavaScript, который сейчас является одним из самых популярных языков в принципе в природе, может быть, самый популярный. и у него вообще как бы нету как таковой структуры данных список, ну, или похожая на список, она называется array. Она теоретически есть, но фактически она представляет собой хитрым образом оптимизированный словарь. Ну, вот в питоне это две прям совсем разные штуки. Да, самое приятное во всей этой истории со словарями, что добавление и удаление элементов в словарях и обращение к элементам это все операции быстрые. например, если у вас список растет и вы хотите искать в этом списке какой-то элемент, то эта операция становится все медленнее и медленнее по мере того, как у вас список увеличивается, потому что вам нужно перебирать все больше и больше элементов. Словари ведут себя гораздо приятнее, то есть производительность словаря, может быть, конечно, тоже будет чуть-чуть падать по мере того, как он растет, но гораздо медленнее, чем в списке. вообще в целом можно считать, что даже если у вас есть очень большой словарь, все равно например, обращение к элементу по его индексу, оно будет осуществляться быстро, оно не будет требовать большого перебора. это вот такая хитрая умненькая структура данных. Так вот, я отвлекся, я, собственно говоря, рассказывал про то, что может быть ключами словарей. Видно, что строчки и числа могут быть. Могут быть не только они, могут быть, например, кортежи. Например, можно представить себе вот такой словарь. Допустим, у меня есть двухэлементные кортежи, и я каждому, каждой паре чисел ставлю в соответствии допустим их сумму. Значит, я сейчас здесь что-то такое более-менее от фенаря пишу просто, чтобы продемонстрировать, как это работает. Значит, более того, можно даже написать вот так. Дело в том, что Python во многих контекстах Python воспринимает запятую как оператор для создания кортежа. В данном случае вот здесь, например, Python как бы понимает, что вот здесь внутри квадратных скобок, никаких запятых по идее не должно быть, и поэтому он вот эту вот штуку 1,2 превращает в следующий кортеж. Вот. А вот дальше интересно, потому что кортежи могут быть ключами словарей, а списки не могут быть. То есть, если бы я попробовал сделать вот так, то у меня бы ничего не получилось бы. Как вы думаете, почему? Почему списки не могут быть ключами словарей? потому что это изменяемый объект, как справедливо заметил Евгений. И представьте себе, что если бы они могли бы быть ключами словарей, я бы тогда мог бы сделать какую-нибудь вот такую вот странную штуку. Например, представьте себе, что у меня есть вот такая вещь. а теперь представьте себе, что я бы сделал бы так. Взял бы, модифицировал список А, так, чтобы его элементы равнялись бы элементам B. А теперь у нас есть два разных списка, которые, тем не менее, содержат одни и те же элементы. И представьте себе, что я бы теперь попробовал бы обратиться вот к такой вот штуке. Что мне мог бы выдать питом? Он видит, что я обращаюсь к записи, у которой написано 3.5, но при этом у нас есть две записи, которые так устроены. И такой ситуации никак, такой ситуации ничего нельзя сделать. И поскольку это невозможно, но это как бы нехорошо, если бы язык допускал бы такое, в качестве ключей словаря могут выступать неизменяемые элементы. И тут у нас опять же проявляется, значит, выясняется, зачем же нам были нужны кортежи, почему иногда неизменяемость это хорошо. Ну вот, например, в такой ситуации. Для неизменяемых объектов, по крайней мере, понятно, что происходит. Понятно, в каком смысле мы хотим их использовать в качестве ключей наших словарей. Давайте еще покажу способ создавать словари. Мы обсуждали, что бывают такие лист компрехэншн с списков включения. И есть похожий синтаксис для словарей. Например, если я хочу создать словарь, который состоит из квадратов каких-нибудь чисел, то я могу сделать это вот так. Точно так же синтаксис очень похожий на списковые включения, только теперь, во-первых, мы пишем фигурные скобки, чтобы показать, что мы создаем именно словарь, а не список. А во-вторых, здесь слева перед for у нас написана вот такая вот пара. Ключ двойточие значения. Это не единственный способ, как можно создать словарь. Таким образом, можно, например, сделать вот что. Можно, скажем, передать дикту, передать список пар. Вот. Вот еще один способ создать словарь. А еще можно создать словарь так. Если вы хотите сделать словарь, у которого включаемые будут строки, то можно, например, использовать тоже дикт и сделать что-нибудь в таком роде. Как видите, он вот эти именованные аргументы дикта он превращает в ключи словаря. И в связи с этим давайте покажу еще одно применение словарей. Если помните, у нас была история про то, что функциям можно передавать неограниченное количество аргументов. Да, вот у нас была какая-нибудь функция say hello, у нас было, допустим, first name, last name и дальше middle names. Продолжение следует... что-то такое. Так, что-то я пробелов не доложил. Значит, мне нужен пробел вот здесь и мне нужен пробел вот здесь. в длинных строчках можно делать переносы. Единственное, за чем нужно следить, это за тем, чтобы питон понимал, что строчка не закончилась. Но в данном случае у меня, например, вот здесь скобка открылась, а вот здесь закрылась. Значит, когда питон смотрит вот на эту строчку, он понимает, что здесь скобка открылась, а на этой же строчке она не закрылась. Синтактически, если бы строчка окончилась бы в этом месте, то синтактически такая конструкция некорректна. Поэтому он предполагает, что раз эта конструкция некорректна, то нужно посмотреть на следующую строчку, посмотреть, не закроется ли скобка там. И так он будет делать до тех пор, пока либо не встретит скобку, либо до тех пор, пока не увидит еще какую-нибудь ошибку. здесь мы использовали звездочку для того, чтобы передать какое-то количество аргументов. Но звездочка принимает только те аргументы, которые как это называется? Positional arguments. Аргументы, которые определяются своим положением. Если у вас есть какие-то keyword arguments, то есть аргументы, которые определяются своим названием, то вот эта звездочка, она их не будет воспринимать. Например, если бы я здесь написал чего-нибудь, допустим, даже если бы я написал бы здесь middle names, что-нибудь попытался бы сделать, что-то в таком роде. Ну, в общем, ничего так не заработает. Но давайте представим себе, что я сюда хочу добавить еще title. И, допустим, title по умолчанию, допустим, как-нибудь так. И давайте мы сюда добавим этот самый title. Вот. Соответственно, в принципе, теперь я могу здесь написать как-нибудь вот так. Вот. Но давайте представим себе, что у меня есть несколько вот таких аргументов, которые будут передаваться по своим названиям, и я даже не знаю толком сколько их. тогда я могу сделать вот так. Я могу здесь сказать, что у меня будет тут Quarks. Поставить перед этим Quarks две звездочки, и тогда можно будет делать что-нибудь в таком роде, например. Давайте просто сделаем пока что вот так. Значит, но, в принципе, здесь могло бы быть еще какие-то дополнительные штуки. Вот. Давайте распечатаем просто, что там у нас есть в этом Quarks. Ну, вот видно, что за счет того, что я передал здесь два именованных аргумента, вот у меня здесь создался вот в этом Quarks создался словарик, в котором есть значит, есть как раз вот ровно те самые штуки, которые я здесь и передал. Вот. Это на самом деле не очень полезно, если вы просто пишете функцию, но бывают ситуации, когда это бывает полезно, если вы пишете, но представьте себе, что у вас есть какая-то функция, которая принимает на вход уйму всяких аргументов, и вы хотите написать какую-нибудь ну вот допустим, давайте я сейчас возьму какую-нибудь функцию есть такая библиотечка Seaborn, с помощью которой можно рисовать красивые графики и допустим здесь есть какой-нибудь что-то такого нарисовать barplot значит, вот у этой функции есть довольно много аргументов, как видно. и если представить себе, что я хочу написать какую-то функцию, которая будет вызывать вот эту, и единственное, что я хочу, это просто ее вызвать и что-нибудь там еще небольшое сделать, то мне бывает удобно сделать такую вещь, что я хочу передать все именованные аргументы, которые пришли ко мне, я хочу просто передать как есть в эту функцию. В этом случае бывает довольно удобно использовать этот Quark. Я, может быть, попозже покажу какой-то более конкретный пример, когда мы будем обсуждать рисованные картинок. Окей. Так, есть ли вопросы на текущий момент? Давайте еще одну штуку покажу. смотрите. Допустим, у меня есть какой-нибудь словарик. И, допустим, я пытаюсь получить элемент словаря, которого вообще не существует. В таком случае мне выдадут ошибку. и дальше у меня есть два варианта. На самом деле больше, чем два, но два таких известных варианта. Первый вариант состоит в том, чтобы попробовать просто проверить, есть у меня такой элемент или нет в словаре. Это всегда можно сделать, можно просто сделать такую вещь. есть оператор, который называется in, который проверяет, правда ли, что какой-то элемент есть в некой коллекции. В частности, он работает для словарей. Видно, что Alice и Wob тут есть, а Daniel тут нет. Поэтому, например, если я хочу написать какую-нибудь функцию типа getGrade, допустим, я могу сделать такую вещь. Если name in gradebook не самая лучшая функция, лучше не делать так, что у вас функция в одном случае что-то возвращает, а в другом случае просто печатает сообщение об ошибке и ничего не возвращает. Но для наших текущих целей сойдет. Вот видно, что она будет правильно работать, она будет возвращать оценку тогда, когда студент есть, и тогда, когда студента нет, она будет печатать сообщение, что нет такого студента. в гейтбук эллис, значит, смотрите, если я сделаю гейтбук эллис, то вот эта штука возвращает число. И в принципе, вот такая эта штука, поскольку вот это число, которое у нас лежит в гейтбук эллис, не ноль, то если я подставляю ее внутрь if, она воспринимается как истина, потому что она не нулевая. Но если бы там было бы ноль, то было бы false. А если мы пытаемся вот таким образом обратиться к несуществующей штуке, то будет сообщение об ошибке. Существование так проверять нельзя, потому что вы проверяете совсем другую вещь. Вы проверяете, что запись не нулевая в данном случае. Но, как видите, если я пытаюсь это использовать для того, чтобы проверить существование ключа, ничего не работает, если ключ не существует. На самом деле вот этот паттерн, когда вам нужно проверить есть элемент или нету, он и там, если он есть, то его получить. Он очень распространенный, и поэтому у словарей есть специальный метод, который называется get. Значит, метод get работает точно так же, как квадратные скобки. То есть, если запись существует, то get просто возвращает эту самую запись. Точнее, не запись, а значение с этой записью. вот, а если записи не существует, то он возвращает, ну, он возвращает на самом деле свой второй аргумент. И этот второй аргумент по умолчанию равен none. Поэтому, вот если вы сделаете вот так, да, потом просто распечатаете x, то видно, что в x лежит none, потому что нету никакой записи, которая бы соответствовала Daniel. И, в принципе, можно было бы здесь передать ему второй аргумент. Значит, можно было бы сделать вот так, например. То есть, это означает, что если такой записи нет, то он возвращает ноль. Вот. И это очень распространенная ситуация, и это, на самом деле, как правило, пользоваться таким синтаксисом удобнее, чем пользоваться вот таким синтаксисом с проверкой, таким более явным. Вот. Вообще, надо сказать пару слов про эту самую проверку in. Она работает не только со словарями, она работает с другими структурами данных. Например, вот, скажем, так можно проверить, что в некотором списке есть какой-то элемент. Вот. В принципе, более-менее любую коллекцию вы можете спросить, есть там этот элемент или нет. Но другое дело, что вот для списков вот такая проверка, она требует, чтобы Python прошелся по всем элементам списка и проверил, совпадают они с вот этим или нет. Для словарей это работает быстрее, там нет необходимости проходиться по всему словарю и явно сравнивать элементы. Кстати, в случае со строками работает вообще проверка на наличие подстроки. То есть в случае со списками это просто проверка на то, есть элемент списки или нету, а в случае со строками это именно проверка на наличие подстроки. В данном случае у меня есть подстрока L в строке hello и поэтому мне вот эта штука возвращает true. Иногда бывает очень полезно. Чего еще можно сказать хорошего про словари? У словари есть какое-то количество методов. Давайте я еще скажу. Смотрите. Что здесь может быть полезного? Допустим, у вас есть два словаря. Допустим, вот такие. Ой, нет, это я не то написал, это не словари. Скобки не те поставил. Вот, значит, можно сделать дальше следующие вещи. Во-первых, можно модифицировать словарь с помощью функции update, которая добавляет в ваш словарь все элементы, которые лежат в другом словаре. Значит, это такая местная версия, я бы сказал, местная версия функции extend. Мы взяли все элементы отсюда и добавили в этот словарь все элементы отсюда. Ну, понятно, что какие-то элементы могли при этом иметь один и тот же ключ, но в этом случае то, что мы добавляем в этом апдейте, имеет приоритет по сравнению с тем, что у нас было. То есть, как бы, можно думать, что этот апдейт, он просто идет по вот этим записям и просто для каждой записи либо добавляет соответствующую запись сюда, либо обновляет. Другой способ сделать то же самое, по крайней мере, в современных версиях Python, я, кстати, не знаю, будет это работать сейчас на сервере в проверяющей системе или нет. Значит, есть функция, есть вот такой оператор, вертикальная полушка, которая делает то же самое, что и от апдейт, но только апдейт это штука, которая модифицирует один из словарей, а вот эта вот палочка, она не модифицирует ничего, она просто объединяет два словаря и создает новый словарь. Я могу сделать вот так. Вот. значит, словарь, точно так же, как и список, это изменяемая структура данных, и если вы хотите сделать копию словаря, то есть можно себе представить, что у меня был gradebook, давайте здесь та же самая петрушка, что и со списками, видно, что если я просто создаю новую переменную и присваиваю ей в качестве значения другую переменную, никакого копирования информации не происходит, просто просто создаются две ссылки на тот же объект. И если я таки хочу все-таки сохранить эту информацию, сделать так, чтобы модификация gradebook не отражались над этой переменной backup gradebook, я должен применить метод копия, создать копию этого словаря. Теперь видно, что все работает. Чего еще бывает хорошенького? Есть еще метод setDefault. Он делает следующее. Если элемент в словаре есть, то он ничего не делает. Вот видно, что здесь Alice есть, и мы ее значения не переписываем. а если элементов в словаре нету, то тогда он добавляет элемент в словаре. Это иногда тоже бывает полезно. вот такая структура данных, очень полезная. В целом, Python очень сильно построен вокруг словарей. например, вы можете, вот скажем, я создал какие-то переменные сейчас, и в принципе все эти переменные хранятся в одном большом словаре. Значит, вот я могу использовать функцию globals, которая мне возвращает словарь, у которого ну вот в принципе здесь сейчас в этом словаре написано на самом деле все. в частности на самом деле вот эти вот input и output к ним на самом деле можно обращаться. Вот если я хочу посмотреть на output 99-й ячейки, я это могу сделать вот так. А если я хочу посмотреть, что было написано у меня изначально в этой 99-й ячейке, то я могу сделать вот так. Вот. И в общем интересно в locals что у меня. То же самое, что в globals. в общем, например, если у меня есть какая-нибудь переменная, скажем, x равняется 100, то эта переменная обязательно есть в качестве записи в словаре globals. Поэтому, если, например, вдруг, ну такой очень распространенный вопрос, когда люди учатся программировать и у них возникает задача хранить какое-то несколько каких-то нескольких элементов, как правило, кто-нибудь задает вопрос, а можно ли как-нибудь программно научиться создавать переменные типа x1, x2, x3, x4 и так далее, допустим, в цикле их создавать. И я всегда в такой ситуации говорю, что если у вас такой вопрос возник, то это означает, что вы делаете что-то не то, скорее всего. Потому что, скорее всего, вы на самом деле хотите создать список, а не создать кучу переменных типа x1, x2, x3. Но в принципе, если вам очень надо, то вот я вам создал переменные x1, x2 и так далее до x9. x0 тоже есть. Но как бы это черная магия, не нужно этим пользоваться. Вот. Это я просто хотел показать, что на самом деле в питоне очень много чего внутри него построено как раз на словарях. потому что такая приятная структура данных. Да, еще одно замечание про словари. Значит, изначально, как я говорил, изначально словарь – это такая структура данных, в котором порядок в общем не должен иметь никакого большого значения. Потому что вы, как правило, обращаетесь к элементам словаря по ключам. И, в общем, от того, что вот здесь в словаре будут какие-то записи, переставленные местами, по идее это не должно сильно влиять на работу ваших программ. Если оба соответствует четверка, то неважно на каком месте он стоит в этой записи. И долгое время в питоне просто было написано в спецификации, что порядок следования записи в словаре является произвольным, и вы не можете никогда на него рассчитывать. Например, теоретически могло бы быть так, что вот вы два раза запустили отображение одного и того же словаря, а он вам по-разному отображает. Кстати, вот мне интересно, если я сейчас сделаю вот так. вот этот порядок был как бы произвольным, порядок, в котором происходит итерирование. Но начиная с некоторого момента, я не помню, начиная с питона версии 0.3.6, 0.3.7, в словаре стали поддерживать свой порядок, и сейчас, если вы создали словарь, вот так, то если вы будете делать итерирование, то оно будет ровно в том же порядке, в котором вы его создали. Правда, да, отображает, кстати, вот сейчас в таком же порядке. Правда, я не помню, что по этому поводу сейчас говорит спецификация в случае, если вы будете удалять элементы. Если вы их будете добавлять, то они будут добавляться в конец. Вот если вы будете удалять, то кажется, там может поплыть этот порядок. Давайте попробуем что-нибудь удалить. Давайте сделаем какой-нибудь словарь побольше. давайте что-нибудь удалим. Продолжает он поддерживать порядок? Такое ощущение, что да, продолжает. Но вот это, по-моему, уже не гарантируется, что при удалениях он будет поддерживать. Хорошо, если я теперь добавлю какой-нибудь элемент. Короче, подозрительным образом поддерживает порядок, но я не гарантирую, что это будет так всегда. Ну ладно. Вот. Окей. Значит, окажется, про словари сказал все, что собирался. Давайте еще один близкий, еще одну близкую структуру данных покажу. На самом деле, вот когда мы обсуждали, что в словаре можно объединять, у вас могла закраситься такая мысль. Было бы хорошо каким-то образом сделать не только словарь, у которого есть ключи и значения, а вот чем хороший словарь? В том, что у него есть ключи, и ключи, во-первых, не могут повторяться, а во-вторых, идут неважно в каком порядке. И это очень похоже на то, как ведут себя множество математики. И на самом деле так может быть нежелание сделать из словаря множество. И на самом деле это несложно, но не нужно, потому что в питоне есть собственный тип данных, который так называется множество, set. и это честное математическое множество ведут себя ровно как множество. Например, я сейчас создавал множество а, кстати, можно было бы и без set писать, можно было бы просто в фигурных скобках писать. Когда вы создаете словарь, вы используете фигурные скобки, но при этом вы пишете там ключ-двоеточное значение, а если вы не пишете ключ-двоеточное значение, просто подчисляете какие-то элементы, то тогда создается множество. Если посмотреть на тип этого объекта, то это множество. Ну и видно, что они ведут себя честно как множество. Например, вот видите, я здесь перечислил сотню два раза, и тем не менее она записалась только один раз. Ну и с множествами можно делать стандартные театрико-множественные операции. Во-первых, как я говорил, можно проверять принадлежность элемента чему угодно, в том числе множество. Во-вторых, с множествами можно делать операции типа объединения, пересечения, можно вычесть из одного множества другое. В общем, тут все. Можно проверить, что одно множество является подмножеством другого. стандартные театрико-множественные операции вполне себе работают. Множество такой довольно приятный тип данных в том смысле, что во многих ситуациях вы думаете, как решить какую-то задачу алгоритмическую. но там я не знаю. Допустим, как проверить, что все элементы в списке разные? Как вы думаете? Создать из него множество и сравнить длину списка и множество. Да, но вот эффективный способ действительно сделать примерно так. Если подумать, как это сделать без множеств, то, в общем, так сходу придумать эффективный алгоритм не так-то просто. Я могу сделать так. Я могу проверить, что... Вот это означает, что в списке есть повторяющиеся элементы. Если бы в списке не было повторяющихся элементов, то, конечно, длина этого списка как списка совпадала бы с длиной множества, которые сделаны из этого списка. придумать какой-то хороший алгоритм, как можно быстро проверить, что все элементы списка разные, я так сходу не могу. Ну, кроме того, что просто их попарно сравнивать, до тех пор, пока все не сравним. Вот. Вот такая вот штука есть в питоне. Значит, есть ли какие-нибудь вопросы на текущий момент? Хорошо. Да, соответственно, элементы множества могут быть тоже только неизменяемые объекты, то есть, например, я могу сделать множество состоящее из кортежей, но не могу сделать множество состоящее из списков. Не получается. Ну, по той же самой причине, что и со словарями. При этом само множество является изменяемым объектом. Если у меня есть какое-то множество, я могу, например, добавить в него элемент. Вот так вот. Из чего следует, что множество не могут быть элементами множества. Что иногда неудобно, иногда мы хотим сделать так, чтобы у меня множество были сами элементами каких-то множеств. Например, я могу захотеть построить всевозможные подмножества некоторого множества. Powerset это называется. И для того, чтобы такое сделать, есть специальный тип, который называется frozen set. И это тип, который ведет себя точно так же, как множество, но в отличие от множества, не является изменяемым. То есть я не могу сюда добавлять элементы, я не могу отсюда удалять элементы и так далее. Кстати, из обычного множества можно удалять элементы. Давайте посмотрим. Значит, есть метод remove, который удаляет элементы из множества. Вот из frozen set нельзя удалять. вот. Окей. Так, ну что, давайте еще что-нибудь расскажу. Значит, что-нибудь такое веселенькое вам рассказать. да, значит, надо сказать, что когда вы создаете словари и списки и все такое прочее, они могут, все эти штуки могут быть устроены довольно замысловато. Например, ну вот представьте себе, что у меня есть, скажем, какая-нибудь такая табличка, где у меня есть студенты, у них есть предметы, и у каждого студента могут быть, может быть, несколько оценок по какому-то предмету. И это можно записывать очень сильно по-разному. Например, вы можете сделать такую штуку. Значит, например, у меня есть скажем, Элис, у нее есть оценки по предмету, скажем, в таком роли. Это будет такой словарь, элементами которого являются словари. оценки. Ой, что-то я намудрил. Теперь, например, мы можем получить оценку Элис по геометрии. Делается это вот так. Мы получаем один словарь, потом из него вытаскиваем другой словарь. Могло быть так, что у каждого студента есть несколько оценок. и по каждому предмету. Тогда, например, можно было бы сделать как-нибудь вот так. То есть, у нас возникает такой объект, у которого, давайте предположим, что у Боба нет оценок по геометрии. У нас возникает вот такой объект, который является словарем, у которого значениями будут словари, у которого значениями будут списки. То есть, это такой словарь, словарей списков. И в целом можно как-то очень по-разному все дела комбинировать. Но давайте в связи с этим покажу что-нибудь странное. Давайте я сделаю вот такую вещь. представим себе, что я зачем-то хочу создать TAPL кортеж, у которого будет хранить в себе информацию про имя студента и про оценки этого студента. Помните, я говорил, что кортежи неизменяемы. Теперь давайте я сделаю вот так. Бац! И поменял. Что произошло? Почему я смог поменять оценку Alice, несмотря на то, что эта информация хранится в кортеже, кортеж это неизменяемый тип данных. у нас указатель не поменялся. Все равно. Да, то есть на самом деле, смотрите, когда я говорю, что кортеж это неизменяемый тип данных, нужно понимать, что это означает, что те объекты, которые я не могу взять в кортеже и вместо вот этого объекта написать какой-то другой объект, написать какой-то другой список. Но ничто не мешает модифицировать тот список, который уже есть. список не изменит свою identity, не изменит свою идентичность. И поэтому кортеж вполне себе это дело переживет. Список поменялся внутри, но при этом это тот же самый список. И это нужно учитывать, когда вы делаете какие-нибудь такие штуки. Например, вот такой кортеж вы уже не можете использовать в качестве элемента множества. Вам скажут нельзя, потому что он говорит unhashable type list. Он оправдает список, говорит, что он unhashable type. Давайте я скажу, что такое этот unhashable type. Дело в том, что для того, чтобы эффективно размещать элементы в словарях питону нужно уметь от каждого объекта вычислять так называемый hash. Это какое-то число, которое идентифицирует объект, но не абсолютно точно. Но мы хотели бы, чтобы ситуации, когда два разных объекта имеют один и тот же hash, были бы редкими. Соответственно, от любого хешируемого объекта hashable можно посчитать этот самый hash. Вот, например, можно посчитать hash от строчки hello. Это какое-то целое число. Оно более-менее ничего не означает, но если я поменяю в этой строчке hello одну букву, допустим, и она, то получается совсем другое число. И идея состоит в том, что эти числа используются для того, чтобы помещать объекты, когда вы помещаете объект в словарь, вычисляется hash от его ключа, и этот hash дальше используются для того, чтобы найти правильное место для этого записи. Ну и, соответственно, дальше там возникает такая ситуация, что если вдруг оказалось два объекта с одним и тем же hash, то тогда они как бы начинают ютиться в одной и той же записи, и выбор между ними требует каких-то дополнительных операций. Поэтому мы хотим, чтобы хэши, как правило, не совпадали, но если они вдруг совпадают, то это не катастрофа. Ну, собственно говоря, например, хэши всех целых чисел просто совпадают с этими целыми числами, поэтому неудивительно, что хэши в принципе могут совпадать, потому что хэш вот этой вот штуки очевидно равен ей самой, поэтому вот и не равен. Видимо, это хэши маленьких чисел совпадают с самим собой. Интересно. Начиная, с какого момента они перестают совпадать? Нет, это не то. Маловато будет. Интересно. Почему тогда хэш вот этой штуки не совпадает с самим собой? Ладно, не знаю, как это устроено, но в общем это загадочно. Сейчас. А, вот, видно. Вот, начиная с этого места хэши перестает совпадать с соответствующими числами. Ну, в общем, короче говоря, значит, объекты называются хэшебл, если от них можно вычислить этот самый хэш. Это делается каким-то алгоритмом, подробности которых нам совершенно не обязательно знать. Но вот нужно понимать, что если вам выдается вот такое сообщение об ошибке про unhashable type, то это, скорее всего, означает, что вы пытаетесь использовать в качестве ключа в словаре или в качестве элемента множества, пытаетесь использовать какой-то объект, который внутри себя содержит что-то изменяемое. в данном случае я пытался использовать кортеж, но поскольку внутри этого кортежа был список, у меня ничего не получилось. Да, хэши можно вычислять не только от объектов типа строчек и так далее, но и можно вычислять от каких-то более сложных штук. Вот, например, хэш от кортежа. А вот от списка хэш нельзя вычислить ровно потому, что список изменяемый объект и хэш от него имеет мало смысла. В принципе, теоретически можно было бы сделать так, чтобы вычислить хэш от списка несложно, но поскольку смысла это не имеет, он и не вычисляется. Как правило, те объекты, которые являются неизменяемыми, от них можно посчитать хэш, а те, которые являются изменяемыми, от них нельзя. Вот. Дам-дам-дам. Да, раз уж я так стал рассказывать про всякие identity, смотрите, есть еще такая операция. Значит, вот если вы хотите проверить, вот давайте посмотрим, например, на два списка. И если я хочу, вот у меня сейчас здесь есть два списка х и у, и эти списки, они равны между собой в том смысле, что они совпадают по элементам. Значит, вот операция проверки равенства в Питоне, она работает с сложными объектами, и она сравнивает эти объекты как бы по значениям соответствующих элементов. Но при этом, если я хочу спросить, правда ли, что эти два объекта являются на самом деле одним и тем же объектом, то есть являются ссылками на один и тот же объект, то мне нужно использовать другую операцию, которая называется из. Вот из, он проверяет, он, грубо говоря, проверяет вот что-то в таком роде, он проверяет, правда ли, что эти два, эти две штуки являются ссылками на один и тот же объект. Тут, кстати, дальше возникает интересный вопрос, например, вот правда ли, что пять – это пять? короче, нам говорят, что не очень хорошо он такое проверяет, ладно, давайте я сделаю вот так. Значит, вот две пятерки совпадают, давайте теперь сделаем что-нибудь повеселее, я, кстати, не знаю, что сейчас будет, но смотрите, какая красота. Значит, вот здесь вот две пятерки совпадают, а вот здесь вот два числа 12345 не совпадают, это два разных объекта. Дело в том, что в питоне так устроено, что вот даже, даже вот такие вот обычные целые числа, это некоторые специальные объекты, которые хранятся в памяти. и для того, чтобы питону работать эффективнее, маленькие числа, типа до, не помню, до скольки, но, в принципе, можно проверить, до скольки, они изначально созданы в памяти, и когда вот я здесь два раза упоминаю вот эту пятерку, у меня не происходит создание нового объекта. просто я говорю, что у меня где-то есть пятерка, и вот это присваивание говорит, что х теперь будет указывать на ту самую пятерку, а вот это присваивание делает так, что у указывает на ту самую пятерку. А вот здесь я делаю более хитрую штуку, а именно когда я написал вот здесь 12345, у меня создалось целое число под названием 12345, и дальше х присвоило, и дальше х стало указывать на это число. А вот здесь я создал другое число 12345. Оно, конечно, равно исходному, но при этом это два разных объекта с точки зрения питона. Если я посмотрю на айдишники их, то айдишники будут разные. Ну, это как бы не то, чтобы когда-то это было нужно, но то, что нужно, это нужно понимать, что делает оператор is, потому что иногда вы можете увидеть в коде, что этот оператор используется, и важно понимать, что он не сравнивает значения двух объектов, а он сравнивает их identities, то есть он проверяет, что два объекта нас действительно указывают на одно и то же. Вот. Ну, кстати, интересно, какое самое маленькое число есть? Минимум. Сейчас, даже непонятно, как это сделать. Непонятно, как написать код, который бы проверял... Да, непонятно, как написать код, который бы искал бы мне самое маленькое такое число, которое при вот такой проверке возвращает фолкс. Непонятно. Вот. Ну, хорошо. Есть ли какие-нибудь вопросы? Я уже стал рассказывать какие-то довольно эзотерические вещи про питом. Хорошо. Ну что, если вопросов нет, тогда, наверное, мы можем пока закончить, потому что я вам сегодня рассказал все, что планировал, даже чуть больше. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok